Всем привет, с вами Ультрасазурлейн, и сегодняшним этим видео является обзор патча от 21 декабря для англоязычных серверов. Ну что ж, супер-пупер важный большой ивент всё-таки уже начинается, ура! Называется он Light Chasing Sea of Stars, и это тот самый уникальный, шикарный, офигенный ивент, в ходе которого можно будет получить 2 ультраредких корабля, 2 это больше одного, и это просто шикарно. До 4 января, получается, этот ивент будет идти, начнётся он сегодня, как патч за грудь на севере, пройдут техработы. Как обычно, у нас будут простые локации, будут хардовые локации, СП, экстра локации, всё как мы любим, всё как мы обожаем. В магазине можно будет выбить, а также с карты D3, B3, флешер, корабль, подводная лодка золотая, можно будет ультраредкую пушку получить, что не может меня не радовать. Да, ультраредкую пушку получается на большой крейсер, да, 305 мм, трипл МК-8, самолётик ТБМ-Авенджер ВТ-51, ну и как обычно, вот эти вот крутые, шикарно, замечательные награды. За аккумуляцию ивента в валюте в ивенте можно будет получить Луизвиль, тяжёлый фиолетовый американский крейсер. Но это не самая важная информация, потому что, ну, с гачи, понятное дело, у нас тут представлены корабли. Гуам, ультраредкий, большой американский крузер, Гарант за 200 круток, то есть 400 кубов, да. Констеллейшн, Флэшер, ну, Флэшер, понятное дело, из-за того, что он выпадает с ивента, с карты, с магазина, шанс будет полпроцента. Сан-Джан-Сино, мы всё это понимаем, но вы можете спросить, чувак, а где же Лаффи? Лаффи будет находиться, как я понимаю, в ивентовом магазине. Причём Лаффи не за ивентную валюту можно будет купить, а за некие билеты ультраредкого кролика. Понятно, что Лаффи два радужных корабля, и нужно будет, как следует, запариться, но всё-таки это необычная механика. Эти билеты, значит, Лаффи можно будет купить первый раз за 200 билетов, второй раз за 300 билетов, больше двух раз её не купить. Оставшуюся валюту, непотраченную, можно будет эти билеты кролика обменять на ресурсы. Итак, как получаются эти самые билеты? Выполняя ежедневные миссии, вы будете получать по 4 билетов в день, а за ивент всего выйдет около 60. За мини-игру всего до 80 билетов можно будет получить, если вы её нормально сделаете. До 50 билетов вы получите с помощью одноразовых миссий. Неизвестно, сколько их там точно будет, поэтому имейте в виду. И также ивентовая валюта будет обмениваться к курсу 150 к 1, но так можно будет получить только до 500 билетов. Понимаете, до 500 билетов, не больше. И за первое прохождение SP карты дадут 50 билетов, а за ежедневные по 4. Что подводит нас к простой мысли, что Лаффи 2, какая бы она крутой и замечательной не была, её вот прям совсем легко не получить. Конечно, это гораздо легче, чем когда у вас мало кубов, вы будете кучу раз подкидывать монетку, ах выпадет, ах не выпадет. Это я всё понимаю. Но в первый день, скорее всего, у вас шансов не будет получить как следует много всего. Всё-таки 150 к 1, это дороговато. Вот я не уверен. Это нужно будет нароформить прям по-жесткому, чтобы в первые суточки получить её как следует в полной комплектации, так сказать, все на 200 билетов. Но я думаю, за несколько дней всё-таки это можно выформить. Зависит от того, как вы много будете фармить обычной локации, много ли валюты будете сливать. Или наоборот, захотите как бы расслабиться и просто проходить ивентики, и чтобы валюта вам, так сказать, капала-капала. Насчёт того, нужно ли покупать вторую Лаффи 2, вам не просто так её дают, вам дают её на выбор. Формально можете взять её во второй флот поставить. Вы можете лимитбрейкнуть свою Лаффи первую, если вы хотите одну Лаффи использовать. Поэтому я думаю, что стоит. Если под конец ивента вам достаточное количество валюты накопится, ещё спрашивается не купить ещё и вторую. Всё-таки валюта здесь считается отдельная. Вот эти вот билеты Радужного Кролика. Поэтому постарайтесь. Также до 4 января пройдёт ивент Port Fashion Collection. Ну, как обычно, у вас будут разблокироваться миссии, сайт-стори. И вам на них будут показывать просто анимированные новые крутенские скины. Night Princess Festival Fest. Две ивентовые миссии будут разблокироваться каждый день в течение недели. И, в конце концов, можно будет получить лимитированный скин на вампир, который, более того, уже озвучено. То есть, иногда бывает такое, что вводить скин на озвучки нету, но тут сразу про всё на месте. Blessing on New Year's Invitations. В честь Нового Года вы будете получать оригами крейнос. Это бумажные журавли, получается. Соберите 7 этих оригами крейнос. И сможете достать письмо. А из письма сможете пригласить одну из тяночек. Себе в доке. Это Fermidable, Ташкент, Казагума, Ришелье, Зара, Шангрила, У101. Кого из них брать? Вопрос, конечно, интересный. Я думаю, ориентируйтесь по внешнему виду. Прям каких-то мозгоносящих жёстких имп, которые рвут всех, я тут не наблюдаю. Но есть очень хорошие корабли. Если вам нужно по эффективности, то Ришелье, если вы хотите использовать французский флот, то она флагман приятный. Ташкент очень хорошая, она прям долбит как следует. Конечно, её актуальность несколько снизилась со времени, но, тем не менее, она очень приятная. У101 также хорошая подводная лодка. Тут, в принципе, либо на внешний вид ориентируйтесь, либо на то, что я сказал. Ну, или у вас какая-то необходимость есть. По бизнесу нужна Зара, как бы. Хотите её во флот попробовать как-то? Ну, может, скин у вас на неё куплен бассейновый. Может быть, может быть. Оперейшн Патисера 2 будет разблокироваться каждый день по одной миссии. Если миссии пройдите и получите Great Rewards. Большие награды. Вроде бы это будут билеты на кролика ультраредкого и, по-моему, фурнитура, но это не точно. Конечно же, начинается вторая часть активности с рамкой, которую я, если найду, постараюсь засунуть вам в картинке, но если не найду, то извините. Вводят новые скины на Гуам, Live 2D-шный на Лафи. Live 2D-шный Лафи 2, именно, уточняю. Все разы, когда говорил про Лафи, здесь данная активность, это имеется в виду Лафи 2. Новый ультраредкий американский эсмитс. Кливленд, Live 2D-шный, Констеллэйшн и Луиз Вилл, динамический. И Флэшер, Сан Дженсина, Z35, Хьюстон 2. Реран старых скинов, которые уже вводились до этого, тоже до 4 января. Нордхэмпхен 2, Live 2D-шный, Брест, Live 2D-шный, просто великолепная. Йорктаун 2, динамичная, Хорнет 2, динамичная, Хамон 2, Лэнгли 2, Харбин, Бейли, Принцестон. Скин на Харбин, один из моих любимейших, кстати. Хоть жалко и не Live 2D-шный. И навсегда добавят скины, которые были с позапрошлого года. Квинн Елизавет, Ульрих фон Гутен, Принц Адальберт, Сурруга. Эти Live 2D-шные. И Магдебург, Эльбе, У1206, Агустон Федер Персиваль, Хакурю, Лейпцик, Лейпцик очень мило смотрится, У47, З46, Бисмарк, Икарус, Альбакор, Пенелопа, Хау, Чукай, Наширо, Маркополо, Акацуки. К сожалению, на стриме разработчиков картинка с теми скинами, которые они добавляют на постоянку, была не полная. Там было только 8 скинов, а здесь их целая куча. Поэтому пришлось засунуть именно картинками, чтобы вы точно понимали, кого именно на постоянку добавляют. Новые вещи добавляют в шоп. Опять-таки, на время действия ивента. Реплэндент Найт Лаки Бак. Ну, как обычно, там за 30 баксов 2000 гемов и получается скин рандомный из тех, которые новые выходят сейчас. Лаки Бак 22 года. То же самое, только со скинами, которые вводятся с 22 года. Лимитед Билд Супплайс, Декор Токен Паки, Стратегик Супплайс, Акогнитив Чифп и Промис Крейт. Получается, Промис Крейт два кольца можно будет купить по скидке. Два кольца будут стоить не 1200, а 980, по-моему. Выгодно. Если нужны кольца, прошу, берите. Новая фурнитура. Очень миленькая, прикольная. Гер скинбоксы. Особенно неоновые морковки, которые заменят торпеды, выглядят просто великолепно. Новый контент же 100 грамм добавят. Секретарский квест на Гуам сразу же выходит. Необычно. И все барышни, которые вводятся со скинами, они получают озвучку, как я уже говорил, даже вампир. Неновые девчонки с этого ивента сразу получают еще и экстра войслайны, то есть они будут трепаться даже больше, чем обычно. Также эту информацию я не нашел в англоязычном почноуте, но с японского те, кто переводили, говорят, что будет увеличен ежемесячный элемент сбора прототиповых ядер, которые нужны для того, чтобы покупать булинки. С 4 тысяч радужной булинки с 4 тысяч до 5 тысяч. И количество этих прототиповых ядер, прототип Корос, с еженедельных миссий вырастет с 400 до 500. Это очень приятно. Некоторые люди, которые внимательно смотрели стрим-разработчиков, или мое видео с пересказом могут спросить, эй, чувак, а где же остальные скины? Остальных скинов нет, потому что во время выхода таких больших крутых патчей с огромным количеством скинов их вводят постепенно. То есть первая половина скинов вводится сейчас, и вторая половина скинов будет введена через неделю. Вместе, соответственно, с новыми лаки-боксами. Большой, шикарно, офигенный патч. Рад, что он выходит. Значит, сегодня у нас будет 3 в 6 вечера. Вкатимся в сам патч, посмотрим, как нам достаются эти части на Лафи 2. Все это посмотрим, исследуем, изучим как следует, какие-нибудь там на скинчике может быть попялимся. И получается постараюсь еще днем выпустить первый взгляд на новые кораблетян. Посмотрим, что они себе представляют, какая-нибудь эффективность. В принципе, это все, что могу сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Удачи в гаче, всего хорошего, и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!